Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и мы обратимся сейчас к 14 главе книги «Деяния апостолов». 14 глава начинается с очень короткого сообщения Луки, евангелиста, который уже не пересказывает проповедь апостола Павла в синагоге, он говорит как нечто само собой разумеющееся, что вот изгнанные из Антиохии Писидийской, они пошли в иконию и тоже вошли в синагогу. Тоже, так же, как во всех других случаях, эти люди, заезжие раввины, приглашаются начальником синагоги, чтобы произнести поучение к народу. Это обычаи и традиция практически любой синагоги, не только в Диаспоре, но и в Святой Земле. И вот они вошли в вальдейскую синагогу и говорили. Говорили так, что уверовало великое множество иудеев и эллинов. Ну и имеются в виду, конечно же, празелиты, чтущие Бога, которые слушают чтение Писания, молитвы и проповедь из специального отделения где-нибудь в дальней задней части синагоги или на втором этаже на балконе. Вот иудеев и эллинов великое множество уверовали, а неверующие иудеи раздражили против братьев сердца язычников. Снова та же самая схема, что ее рассказывают подробно, она была рассказана в предыдущей главе. Проповедь о том, что Иисус есть обещанный Богом Спаситель, и хотя иудеи его убили, он воскрес из мертвых, в нем прощение грехов, и Бог принимает всех, кто в него уверует. И дальше опять то же самое. Возбудили сердца язычников, и начинаются всякие попытки административными, полицейскими мерами пресечь Слово Божие. Для любителей бороться с такого рода вещами, полицейскими методами, Лука снова и снова описывает тот простой факт, что это не работает. Как Гамелеил в Синедрионе говорил, если это дело от Бога, берегитесь, как бы вам не казаться, богопротивниками, а если не от Бога, само разрушится. Ну вот, несмотря на это противодействие, Варнава и Павел пробыли в иконе долго времени, а Господь творил их руками чудеса и знамения в уверении их свидетельства. Ну и, соответственно, произошло некоторое разделение в публике, кто-то был за апостолов, кто-то не за апостолов, и те, кто стали их учениками, узнав о том, что сейчас придут их арестовывать, подвергать посрамлению пытки, побивать камнями, вот они помогают Павлу и Варнаве удалиться, уйти, уйти. Обратите внимание, что мы с этим столкнемся в служении Павла и других апостолов еще много-много раз, когда они не лезут на рожон, когда возникает бурное противодействие, а Слово Божье уже проповедано, они уходят, они уходят, они не вступают в богословские диспуты, они не вступают в какие-то административные противостояния, просто уходят. Потому что важно, чтобы Слово Божье достигло сердец кого-то. Как оно будет дальше распространяться, это Господу известно. Поэтому вот они удаляются в другие города и благовествуют нам. И вот как бы продолжая, как бы продолжая, может быть, пытаясь разъяснить то, что говорилось в предыдущей главе, и вообще то, что происходит между апостолом Павлом и его слушателями. Вот евангелист Лука с 8 стиха начинает рассказывать некоторую историю такую показательную, показательную, потому что для него это некоторый важный образец. Вот он говорит, там был некий человек, не владевший ногами, хромой от чрева матери своей. Ну, мы не знаем, что там у него было. вот какое-то заболевание, паралич, ДЦП, атрофия мышц, не знаю. Вот. Но Лука говорит, вот он слушает говорящего Павла. И в какой-то момент Павел на него смотрит, и происходит встреча глаза в глаза, контакт с глазами. Павел, взглянув на него, увидел, что он имеет веру. С одной стороны, вообще слова странные, потому что, когда ты смотришь в глаза, ты видишь радужную оболочку, склеру, зрачок, там блик от света на роговицу и так далее. Вот, собственно, все, что ты там увидишь. С медицинской точки зрения выражение «увидел, что он имеет веру» странное, странное. Между тем, на самом деле, вообще в жизни, в отношениях людей, в том, что называем мы с вами социальным и эмоциональным интеллектом, вот это чрезвычайно важная вещь, понимаете, система зеркальных нейронов, при помощи которых мы понимаем действия друг друга, она в первую очередь работает именно через зрительный контакт. Эмпатия возникает именно через зрительный контакт. Поэтому, я бы сказал, если говорить о структуре мозга и о социальном интеллекте, совершенно естественно, что апостол смотрит на этого человека в его глазах, и вот зеркальные нейроны этого человека и зеркальные нейроны в мозгу Павла входят в некоторую синхронизацию, о которой мы не будем сейчас говорить, это биологический разговор. И вот Павел, понимаете, читает в его сердце. Павел читает в его сердце, потому что есть этот межличностный контакт и понимание и готовность откликнуться, он в его глазах видит, а и без этого никак. Если бы не было вот этого видения друг друга, если бы не увидел, Павел, глаза и личность, и сердце этого человека, ничего бы не было. А здесь он видит, что человек имеет веру для получения исцеления, и тогда он, собственно, обращается к Богу. «Тебе говорю, во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо. Во имя Господа Иисуса Христа». Как в самом начале деяния, да, Петр с Иоанном говорит, «А чего вы к нам пристали?» это не мы своей силой его исцелили, когда они тоже там хромого подняли на ноги, а это имя Господа Иисуса. Павел ровно то же самое делает. «Во имя Господа Иисуса Христа, тебе, говорю, встань на ноги твои прямо». Для человека, к которому Павел обращается, собственно, это означает, что вот лично тебя, которого поверить, Иисус Христос принимает, откликается на твое сердце, готовое поверить и готовое исцелиться, и исцеляет тебя. Встреча происходит, Павел как бы сам отходит в сторону, называя имя Иисуса Христа, и происходит действительно встреча этого хромого со Христом и исцеление. Жестокое разочарование ждет того, кто попытается воспроизвести это чудо, не устраняясь, не отходя в сторону, чтобы дать место Иисусу Христу, и не вступая вот в такой непосредственный, глубокий личностный контакт, который позволил Павлу увидеть веру этого человека. Это надо понимать. Довольно важные такие вещи. Теперь дальше начинается просто ну, буфонада буквально, потому что Лука так старается сдерживать свою иронию, но у него не очень получается. Абсолютно комичная дальше история происходит, потому что добродушные туземцы в этой листре решили, о, боги в человеческом образе к нам сошли. И, значит, вот решили, что Варнава Зевс, ну, он был повыше ростом, видимо, и чуть более представительный, а Павел, наоборот, ростом пониже, ну, и как-то там менее величественно выглядел, поэтому решили, что Варнава Зевс, а этот Гермес. Ну, еще Лука пишет, потому что он начальствовал в слове, обычно, да, в таких ситуациях. Зевс, надув щеки и сложив руки, аки оперный певец молчит с величием, а Гермес, вот его имя, что-то там говорит. Ну, вот, и тут же прибегает жрец, идолы Зевса, находившиеся перед их гордым, очень удачно тут за стенами как раз, вот, значит, это, как оно называется, капище и ведет валов и приносит венки, чтобы водрузить на Варнава и Павла, валов, сейчас будут приносить в жертву, вот, чтобы совершить жертвоприношение с народом. Ну, в общем, конечно, трудно без улыбки эту картину себе представлять. Ну, и можете себе представить ужас Павла и Варнавы, ужас от того, что происходит. Они разодрали одежды свои, знак крайней, крайней, смертельной скорби, не всякий день и не при всяких трагедиях делает это иудей, раздирая одежды свои, потому, что становятся свидетелем чего-то абсолютно чудовищно невозможного, вот, разодрали одежды свои, и вот они в каких-то там, значит, обрывках хитонов, туники, они, конечно, не разорвали, приличные люди, вот, верхнюю одежду, и вот они в этих лохмотьях поверх тоник бегут в народ, хватают одного за руку, другого, вы что, вы с ума сошли? Что это вы делаете? Мы подобные вам человеки. Пару глав назад Лука уже рассказывал нам про Ирода, про которого говорили, о, какой у него голос, какой он величественный, и он ничего вот такого не говорит. И тут же гибнет изъеденной червями. Павел с Варнавой понимают, что вообще это такое, и насколько это все серьезно. И вот они говорят, мы подобные вам люди, благовествуем вам, чтобы обратились от этих ложных богов к Богу живому, к Богу живому, от этих ложных богов. Ну, вероятно, многие апостолы, Варнавос Павлов в том числе, старались хотя бы поверхностно соблюдать некоторый декор, богом, потому что говорить разные плохие слова про вот римскую религию не камильфо, ну, и вообще даже и небезопасно, можно пострадать. Они никогда не нарываются за просто так. Но тут они говорят, ну, это же чушь, это же глупость, это же невозможно. вот мы пришли собственно как раз, чтобы от этих ложных богов вот сказано точное слово ложные боги, ложные. Да, от этих ложных богов обратить вас к богу живому. Теперь смотрите, обращаясь к этим ополоумевшим язычникам, которые пытаются принести Павлу сварнавой жертвы, они при всем том говорят о боге живом и об отношениях бога живого с людьми, в том числе с язычниками, некоторые важные вещи, то есть они проповедуют этим язычникам. И вот смотрите, к богу живому, который сотворил небо и землю, бог, который сотворил все, один бог, единственный это довольно важная определяющая на самом деле вещь в содержании веры апостолов, ну и собственно в иудейской вере тоже. Чрезвычайно поучительно в 16 стихе они говорят бог живой, который в прежние времена, в прошедших поколениях попустил всем народам ходить своими путями. Вот отсюда собственно это слово проникает в наш христианский, в частности, православный дискурс. Мы, к сожалению, его используем самым недобросовестным образом, называя словом попустил зло и насилие, которые причиняем сами. Нет. Павел здесь говорит о том, что бог дал свободу, попустил народам ходить своими путями, и эта свобода, она простирается до крайних пределов. Понимаете, мы часто думаем, что дать свободу, это значит разрешить выбирать между пирожками с капустой и с картошкой, а здесь дать свободу, это разрешить выбирать между пирожками с капустой и с цианистым калием. Вот действительно свободу, в том числе свободу верить билиберде, свободу не хотеть бога слышать. Павел потом, кстати, в первых главах послания к римлянам будет рассуждать на эту тему, она, по-вечему, его занимала, и он думал об этом, и его тоже шокировало то, что люди не увидев в творениях вечной славы Божьей осуятились в умствованиях. Ну и Лука тоже думает и пишет об этом, Бог попустил, Бог дал свободу людям, и эта свобода реальная, в том числе свобода выбрать путь погибельный. Ужасно, ужасно, но реальность такова. Кстати, Господь тоже нередко своим ученикам напоминает, что путь погибельный существует, и возможность его выбрать есть. Итак, живой Бог попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями. Бог не молчит. У язычника нет оправдания в том, что Бог говорил тихо и невнятно, я ничего не расслышал. Бог не молчит, Бог свидетельствует о себе благодеяниями, подавая нам дожди, пищу и веселье в сердцах наших. Вот какое свидетельство жизнь и веселье в сердцах, какое свидетельство по слову Павла предлагает Господь. Ну и вот еле-еле с большим трудом им удалось убедить народ не приносить им жертвы и разойтись по домам. Они там остались за воротами, по-видимому, и учили тех, кто решил послушать. Ну и дальше получается, что они остались собственно в городе. И вот пришли некоторые иудеи, которые убеждают народ отстать, отстать, говоря, что эти самые апостолы, они ничего не говорят истинного, все лгут. И как оказывается легко? Те самые люди, которые только что собирались приносить им жертвы, как богам, побивают Павла камнями, так, что он, что его принимают за умершего и, соответственно, вытаскивают за городские стены. Вот таково сопротивление иудеев, таково. Здесь, понимаете, Павел, по-видимому, уже не мог вернуться, ему не дали такой возможности. В других случаях мы видим, как он уходит, но здесь это оказалось невозможным. И поэтому вот он подвергается побиению с камнями и все-таки дальше удаляется. Встал, вошел в город, а на другой день удалился. Теперь они приходят в Дервию, проповедуют в Дервии, снова обретают довольно учеников, как выражается Лука, возвращаются в предыдущие города, утверждая души учеников. Они все время это делают. Все время хочется Павлу, по крайней мере, пойти, вернуться к этим людям, посмотреть, как они живут, поговорить с ними, утвердить их сердца, помочь им чем-то, да, укрепить их надежду. это собственно и есть его душепопечительская функция помочь этим людям утвердиться в отношениях с Господом Иисусом Христом. И вот они проходят по всем этим городам, утверждая душу учеников и вероятно говоря о том, почему их побили камнями, почему такое противление. Ну, потому что нам трудно бывает понять других людей и почему другие люди не принимают такие очевидные вещи, которые понял я и которые открылись мне в проповеди апостолов в молитве к Иисусу Христу нам трудно понять. И возникает вопрос, соответственно, вот Варнава и Савл утверждают душу учеников увещевая пребывать в вере и говоря многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Этот путь Царства, этот путь за Христом он нетриумфальный, он не будет вознагражден богатствами, почетом, еще какими-то бонусами. Этот путь скорбей. иногда бывает, что христиане забывают об этом и поэтому требуют наказания для тех, кто их чем-то обидел мнимо, иногда даже требуют это от государства, правовых систем. вот Павел о своем собственном побиении камнями, это не какие-то карикатуры, шуточки, что-то еще, побиение камнями, почти до смерти. Тем не менее, он говорит, многими скорбями надлежит нам идти этим путем в Царство. Такая тоже важная поучительная вещь, в 21 веке во многом забытая. Далее в 23 стихе происходит нечто, на чем желательно было бы тоже заострить наше внимание. Лука говорит, рукоположив же им старейшин каждое общение, они помолились с постом, поручили их Богу, в Которого уверовали, поставив им старейшин. По-гречески пресвитеров, ну, собственно, наш русский синодальный перевод не переводит это слово пресвитеры, поэтому звучание имеет это дело несколько клирикальное такое. Ну, собственно, это оно и есть, да. Апостолы, собственно, решают организационные вопросы. Кто будет отвечать за жизнь этих христианских общин? кто будет нести ответственность перед самими христианами и перед властями, властями на случай, если вот власти заинтересуются, так сказать, этими организациями полуподпольными. Вот они ставят, то есть точно так же, как их самих. Им дали, дал Бог некое поручение, на них возложили руки, помолились о них, так и здесь на определенных людей они возлагают руки, молятся о них, чтобы Бог сам дальше совершал это нужное ему служение. Пресвитеры по мнению историков церкви, литургистов и других специалистов. В данном случае одно из первых упоминаний этого феномена и еще не отдифференцировано от епископов. Ну да, в первом веке действительно нередко оба понятия заменяют одно другое, но все же утверждать, что такая взаимозаменяемость понятий характерных для всех событий первого века и для всех общин, я бы поостерегся. На самом деле важно другое, важно, что эти общины нуждаются в возглавлении хотя бы в каком-то организационном служение, которое нужно Богу, нужно, чтобы люди, определенные люди это служение несли. Не получается так, чтобы это были сегодня один, завтра другой. И вот поэтому, помолившись и в посте, Павел и Варнава поставляют, рукополагают им, пресвитерам к каждой общине, к каждой общине, которая собирается в определенном месте. И, наконец, евангелист Лука сообщает, что они возвращаются, возвратились в Антиохию и здесь отчитываются, рассказывают церкви, причем они сами ее собрали, рассказывают все, что сотворил Бог, как он отверст дверь веры язычникам, потому что для них важно, чтобы христиане Антиохии услышали это, как некоторый ответ Божий на их собственные молитвы о служении Варнавы и Савла. 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 Савла.